привет это gta 5 и мы продолжаем так на пути здесь у нас попался какой-то говнюк который видимо тачку украл сейчас мы ее вернем правда она немного пострадала и нам за это наверняка не заплатят как всегда большому сожалению так чья тачка твоя забирай по крайней мере машина не разбита в хлам спасибо бабки будут она меня еще и сбила дура так направляемся мы на задание в этой части я вообще не был на горе вот этой не был или что это карьер я так и не нашел где же он скрывается что просто не вижу сейчас осталось доехать может стоит поучаствовать в гонках это поможет открыть часть карты наверное потому что я без дел кататься не буду мой ладно не важно поеду просто на задание мы на месте мне нравится то что здесь нет быстрых переходов так было бы удобнее вот ты где тревор это же мой любимый стрелок как дела клетус хорошо сэр готов походится на линий это круче чем спутниковые тарелки веди вот засунь это в рот плохой день на охоте лучше хорошего дня на работе как говорил мой папаша ну погнали давай ты за мной следовать будешь да блин в смысле возвращайтесь он стоит дурак где мы сейчас находимся и куда идем вот сюда что за штука у меня во рту и почему мне кажется что они первые кто и пользуется скоро все объясню пока начнем со снов у оленей невероятно острый слух и зрение если они тебя увидят или услышат и испугаются и дадут стрякача можно двигаться медленно и тихо но глаза им не показываться главная система защиты оленей это его нос когда выслеживаешь оленей всегда нужно следить за направлением ветра если не зайти с подветренной стороны они тебя почуют особенно если учесть свой специфический аромат чай б корову мычал друг мой куда ветер вон туда дует только в путь ладно попробуем завалить оленя 10 назад я видел молодого самца который чесал рога а поваленное дерево за мной я зайду с подветренной стороны давай вали его он наклонился блин голову тревер да ты холоден словно поцелуй теща ладно иди за мной я поведу тебя дальше не шуми и не отставай тут что-то ничего не видно попробуем выманить олени на открытое место вот для этого и нужна штука которая ты жуешь а тушу мы не потащим к машине иногда пожалуйста просвети меня насчет нее у нее отчетливо что это диафрагма для нас с тобой монок для не не так дунь как следует посмотрим не отзывется ли какой-нибудь олень так ну давай значит так славно кто-то душит кларнетиста а я-то знаю о чем говорю вон он слушай так пусть он голову поднимет вау отстрелил ему башку давай за мной идем дальше не шуми кажется впереди парочка давай проверим напомни если эта пара нам нужен только самец олених не убиваем такое у меня правило так что если вид жаленья без рогов не трогай его снова падаю в монок попробуй выяснить направление где-то там хорошо делаю и то же что и раньше спокойно аккуратно тихо ветер дует в ту сторону вообще если смотреть вот на эту пыль то ветра вообще нет так ладно ладно нормальная дистанция но блин где они где-то там да понял я тревор у тебя все получает следующее возьмешь в одиночку я тебе вот что скажу я придумал как нам работать вместе пришли мне фотку своего следующего трофея тогда поговорим по делу не пора удачи скоро тебе звякнул где-то там давай двигаем так подойдите к туши оленя побежали тут очень много оленей сфотографируйте тушу на сэлфи можно сделать блин ты можешь вот здесь встать куда вот сесть блин вот так отправить фото так летусу ну давай отправим все непонятно чё дальше красота gps так и все дела думаю все получится сейчас позвоню он двигается я получил фото хорошей добычи вот что я скажу у городских сейчас бешеный спрос на дичь если мы будем разделять и властвовать и сможем неплохо заработать пришли мне фото своей новой добычи я сообщу тебе сколько она стоит и постараюсь ее как может быстрее забрать все равно люблю мясо который уже чуть-чуть полежал ну что скажешь скажу что посмотрю мне сейчас другие дела ладно предложение остается в силе а монок можешь оставить себе он достался мне от покойной бабули ну ладно так я могу охотиться за ними или нет костюм охотника где-то место блин до него пиликать не знаю сколько 80 тысяч а у тебя есть что-нибудь сколько эти денег 19 также открой 18 ясно я татуху еще сделал блин ну вот глупо пришлось сюда полдня ехать ради задания и теперь ехать обратно да уж а что там наверху может туда надо съездить посмотреть что да как сейчас возьмем багги прокатимся это у нас кто доброе утро а ему только олени нужны ладно будем считать что да погнали просто прокатимся я что доеду посмотрим что здесь да как купить нифига не сможем карта здесь довольно большая кстати говоря поэтому если ее все объезжает то это достаточно долго прыжок чтобы контролировать транспортные средства на что мне нажимать-то надо блин засчитали не засчитали засчитали что у нас здесь какая-то дичь тоже ведь есть много интересных мест много разных отсылок отсылок пасхалок ой я его пса сбил или что это было извини пожалуйста он мне врагом стал не хотелось так куда едем блин у меня вот карта открывается и закрывается открывается на время закрывается что за фигня могли бы просто мне ее открыть я не могу где-нибудь карту купить подробную было бы неплохо заехать куда то можно а что там у нас давай заедем давай заедем заедем и посмотрим тут что бомжи живут у вас тут что ярмарка сегодня план пока вы не особо веселые кто-то со мной связался по рации или что я сейчас был я не понял очень долгое путешествие у нас назревает а мы почти сделали круг между тем так вернули может здесь этот карьер будет долбанный и где его искать то надо я здесь наверно уже ездил да давай изгоняем налево ой извини я не специально путается под ногами а я потом виноват блин тут достаточно большой круг получается ладно я сам покатаюсь тут оказывается конец есть я доехал достаточно прикольное место но здесь ведь нифига нет могли бы сделать какие-нибудь коллекционные предметы разбросанные по миру о выносливость ему прокачали ошибись я могу сюда зайти нет по крайней мере не отсюда ладно поеду дальше еще какое-то прикольное место может здесь по ночам пришельцы бывают никто со мной поговорить по этому поводу не хочет ясно блин я так и не нашел долбанный карьер но здесь много интересных прикольных мест и без того я уже читай вернулся да мы здесь обитали вот здесь я не ездил никогда может он там будет по пути погнали так а вот здесь дальше случаем не он по карте там лабиринты какие-то воу сейчас сдохнем нет не то не ну понятно то что не то ну блин о вон там дальше может быть а как у меня вообще карта открывается вроде нормально да это оно аллилуйя так кого здесь надо убить тебя я по хорошему если плохому то я тебе задницу надеру не приятель это вряд ли пройдено ублюдку крышка мод все поймет а что мне надо было сделать то в плен его взять где эта фигня была говорят что скользкий тип когда он увидит тебя наверняка побежит не надо было его убивать да не случайно а все или теперь надо опять к ней ехать ну вроде все ладно вот такой вот контракт был погнали на бойню почти доехали можно было бы заехать в парикмахерскую но там ведь такие же прически воду да никакого разнообразия я ему сказал что сниму кино при его задницу под названием американская манда это будет очень постраничное использование слова манда одновременно обидное и безобидное эй какого хрена чувак твой футбол кажется мне слишком оскорбительный вот кого я не могу терпеть так это пост ироничных хейпстеров если не нравится вали в свою канаду чувак ну что хочешь огрести подходи нет стоит твою мать беги да блин стреляй в него он даже не стал уходить вот лох ну быстрее тормоз почему он так медленно встает в этой части да боже зачем так танцевать так давай спрячемся пусть они подходят сами отдыхайте где ты там прячешься тихо 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 говорю но не какие-то лохи минуты осталось это хотя бы автоматический дробовик а или нет ну ладно а у меня есть другое оружие дробовик обрез гранаты кстати говоря целая куча и лошпеды угомонились 47 человек замочили и где же следующая бойня о доступны все бойни значит мы все прошли круто это хорошо поехали сначала на знак вопроса а потом уже на самое интересненькое давай сходим в парикмахерскую может у меня просто так открылись новые прически где вход так в прическе все по старому вот это даже получше наверное вот это его обычное которое у нас сейчас вот это отстойное ладно оставим эту пока блин что за фигня почему так мало причесок такой маленький выбор может я ему афро тоже хочу сделать как франклину что здесь такого стоп нет мы крадем вот эту тачку а вот эта охота у меня постоянно теперь светится здесь будет что ли где она где она блин была она же за миллион километров отсюда эти охота наверно бесконечный или нет хотя может так же и штук пять выполнишь все и все так аккуратно аккуратно медленно но верно приближаемся к своей цели что с фпс то алло а вот здесь кстати что это было это наш значок или нет вовремя я остановился я его не видел если честно или мы все профукали ты че лох блин все теперь тебе точно никакой доктор не поможет а ну вот он алин это из-за того что мы долбанный столб сшибли ну как так мы можем здесь спрятаться где-нибудь вертолеты же нет а нет вертолет есть мы встанем где-нибудь вот здесь можешь отрубить фары нет на какую-то кнопку делается и конечно же он поехал сюда лошпед вот здесь он меня может заметить круто столько стояли полдня просто и ради чего ладно я не буду этих говноедов убивать просто зачем их делать такими читерскими да рище давай пердун вонючий давай беги они тебя не поймают ни за что в жизни это он правда спускаться не знаю сколько ладно я держу себя в руках кто придет того убьем если вертушка прилетит мы ее собьем все очень просто было бы неплохо иметь парашют как я потом спускаться буду блин лучше вернуться к лестнице наверное да все успокойтесь нет не хотите наконец-то угомонились тупые засранцы не стоило наверное так высоко подниматься хотя вот этот тусовался здесь если я его толкну он не сагрится эй пацаны привет вы не меня искали минуту назад как хотите я тогда пошел как же медленно он спускается по этим лестницам легче их просто пропрыгивать уйди уйди сейчас заново начнут агриться на меня копы блин где этот человек стоял до этого вот здесь ее больше нет да конечно значит обломится не получит моей помощи лисе лисе есть кто-то новенький для ловушки можешь провести мне мимо них пожалуйста моя машина вон там ладно докажу что рыцари еще не перевелись так отвалили все пошел вон блин задание провалилась ладно не важно это меня не интересует я хотел ей помочь не получилось хотел помочь другому человеку не получилось да уж возможно мы еще здесь когда-нибудь поедем ну просто если их не надо было убивать то не надо было им иконки давать красные зачем это ведь только все путает все карты конечно после того такого ты хочешь их убить если бы были какие-нибудь желтые например вот они не друзья было бы хотя бы понятнее чуточку сначала как я говорил мы едем на знак вопроса потом мы едем на основное задание так стоять все тормози кстати тачка крутая не обращай на нас внимание давай не обращай как будто нас здесь нет ладно ты же джон кренли правда актер и артист я себя обожаю дублер наше любимое шоу миссис торнхилл снимайте смотрите птичка о ты не мог бы придушить меня как на твоей афише вот как ладно с удовольствием вот так да так а может вот так вот так тебе нравится тебе это нравится эй-эй спасибо вау вот эта женщина мы недостойны ясно я не джока как его кренли звезда восьмидесятых мы обожаем знаменитостей ради них мы и приехали в город больших что мы пытались пробраться в дом Брюса Спейда и украсть его мусор что эти звезды только не выбрасывают они не такие как мы с вами мисс торнхилл владеет невероятной коллекцией нижнего белья и ванных принадлежностей знаменитостей вещей которыми они действительно пользовались ну наслаждайтесь отпуском ладно а мне пора нам бы не пришла помощь перелезать через стены и копаться в мусорных вещах это не так легко что же вам нужно парочка сувениров для моего музея посмотри вот на карту во многих из этих мест живут знаменитости а в некоторых они любят бывать да будет нам кое-что конечно я буду весьма благодарен американцы самые замечательные народы на свете правда? лучше всех так здорово то есть это мне открывает какие-то дополнительные миссии или что? или это одна только? парочка психов новый контакт найджел то есть мы с ним просто побазарили отметок новых не появилось а можно вот эти бойни скрыть? они мешают только мою тачку припарковали было бы великолепно если бы ты достал для нас кое-какие вещи знаменитости и вот информация найденная в журналах он что тупой я ведь только оттуда уехал идиотина идиотина 400 метров что за беспредел такой на карте отмечены места где можно найти вещи знаменитости и украдить эти вещи что взамен-то? здесь все задания как правило можно сказать мусорные то есть взамен ничего не дают ни денег ни опыта хотя здесь и уровня-то нет как туда зайти-то? где вход? да боже ладно может все-таки вот здесь можно а там мы спустимся где-нибудь черный ход пожалуй я войду ладно может туда не стоит идти заходи да боже где взять эти вещи может у того чувака как раз какие вещи нужно красть скажите мне это выход уже ладно зайдем сюда так кто из вас вели? эй это кто такой? его дантист или еще внизу болтает с какой-то пташкой дантист сам ходит к нему это так круто да блин мы только что были у него и дружище автографа больше не будет возьмите золотой зуб вели а блин вот он где-то здесь простите поклонники может мне здесь внутри переждать? лишний раз ударил его зачем-то две звезды получил как меня задолбали эти копы так я оторвался от этих копов тупых эй полудурок английский так один золотой зуб любезно предоставленный нам и чуть-чуть ДНК сверху чудесно Джон я знал что ты нас не подведешь адью выполнено пять косарей зачислили Тревор мы разве ты разве не заметил что я просил привести уголовника ко мне надеюсь на этот раз ты сможешь доставить его в целости и сохранности а ну вот она просит живых Ларри ого да это же Ларри если мои источники верны это негодяй прячется в старом сарае со своими дружками он торгует льдом и любит насилие я думаю вы с ним поладите фото да блин долбанная пустыня смс так это мы читали ничего особенного вот эти дополнительные дела не такие мусорные убийствуют этим ну вот убил я того чувака и что мне же это ровным счетом ничего не дало вообще блин я могу еще кучу мест грабить да не хочу а стоп не сюда а это ты маленький говнюк а это ищешь не не нет как смешно ну ты и гад что ты там буркнул мать твою умолкните оба вы мешаете моей сраной йоге кто искал йога Тревор Майкл ээ рад тебя видеть приятель да не сомневаюсь конечно это ведь не я воскрес здорово ну да я оказался в неловком положении с чего бы это конечно ты заставил своего лучшего друга поверить в свою смерть а сам смылся с деньгами чтобы поселиться в большом особняке действительно неловкое положение не все так просто да ну может просветишь меня потому что я не знаю что думать дело давнее друг я был в программе по защите свидетелей я все еще в ней прекрасно просто замечательно простите каюсь я совсем забыл о правилах хорошего Тона Мандера тебя видеть я скучал по тебе где твой жирок Джимми ты ведь был похудее ладно это не твоя вина а ты кто намасте я Фабиан боже правый а где Трейси где твоя сестра Джим она это ну у нее кастинг что у нее кастинг в шоу стыд или слава стыд или слава что за хрень ну это шоу где люди демонстрируют свои таланты вы же знаете как она это любит и какой у нее талант танца боже она же танцует как корова Майкл она бы с тобой не согласилась черт и где она сейчас где эм арена нельзя чтобы нашу малушку Трейси унизили мы заберем ее поехали мы да мы а что лучше болтать тут пока есть твои дочерки делают посмешище для всей страны я и забыл какой ты говнюк ладно поехали направляйтесь к арене знаешь я думаю я разберусь с этим сам слушай может посидим за пивком через пару частиков перетрем обо всем не не кореш она же моя дочь я разберусь судя по твоему прошлому поведению и тому в каком стоит твоя семья хероз знает что это значит да пошел ты ах да ты идеальный муж и прекрасный отец это с первого взгляда видно ты приперся в мой дом а теперь начинаешь учить меня жить так не пойдет амиго я рад тебя видеть все такое но у тебя воняет саньем у тебя кровь под ногтями вид у тебя такой будто ты не спал целую неделю кто ты вообще такой чтобы меня учить я тот кто прекрасно тебя знает ты сраная скользкая гадюка я знаю что стоит мне выйти из машины ты тут же уезжаешь домой мы должны вырвать твою девку из лап этой мрази ты не бросьшь ее как бросил меня и Брэда Брэд да бедняга небось очнулась с прикованным наручниками к больничной койке после твоего финта до сих пор кстати пишет мне из тюрьки да ладно угу я сно и как ты все это время ничего потихоньку не весело и одиноко было конечно и справлялся ты в Лос-Антосе живешь в нескольких часах езды и где же Сэнди Шорс а я слышал там здорово уго красота ну у нас конечно нет теннисных портов полей для гольфа и этих надувных телок к которым вы тут привыкли но для меня вполне сойдет слушай ты же знаешь я бы с радостью прилетел но да ладно не парься чего ты есть где перекантоваться пока мы тут все утрясем с настоящими друзьями а нам есть что утрясать да сэр ничего не понимаю ты на стадион едешь да мы уже почти доехали кстати говоря так стоп все верно едем да блин вот коза чего она прется по дороге на что она рассчитывала вообще ни стыда ни совести у людей так мы на месте арена давай поищем их пора найти твою малышку только служебные машины рот закрой так продолжаем зайдите внутрь он с нами а идиот шевелись мешок дерьма черт этот ведущий похож на латентного педика и рожа кислая бутон лимон сжевал твою мать здравствуйте могу я узнать ваши имена где мать твою трейси тьфу да то есть де санта где эта страна и лазло пожалуйста потише он тут проводит прослушивание очаровательно ага это было просто великолепно мы продолжаем кастинг шоу стыд или слава 14 сезон вайнвуд сан андрес следующая участница трейси де санта уважаемые жюри так трейси де санта да привет так вот трейси танцовщица а еще она актриса и модель и любит работать с деньгами это так чудесно вы непредсказуемая словно корзина с куклами или радуга или куча дерьма а это что за клоуны это мой папа и тревор класс два папы что вы тут делаете да что вы тут делаете ладно я готова расслабься чувствуй себя как дома это сегодня шоу хорошо три два раз это шоу стыд или слава и трейси де санта музыка давай детка покажи чему тебе научили твои папочки ты погляди а так хочется что ты так и будешь что так боже ты так и будешь стоять если что не скажешь я сказал хватит я позову охрану охрана недоносок а ну иди сюда трейси иди домой иди сюда догоните лазла да блин долбаные двери нашу машину эвакуировали придется взять грузовик и только не грузовик поздно прикончим этого ублюдка я увидел давай налево я тоже видел как ты можешь спокойно смотреть когда свои дочери так обращаются будешь сам растить дочь в этом городе и не таких фокусов увидишь это плохое воспитание о да спасибо что обратил внимание о можно отцепить стрелять мы в него не будем да просто столкни его всего лишь страны электромобиль да блин он гонит с такой скоростью дичайший смотри он свернул спасибо капитан очевидность он едет по путям а он тот еще секун видимо давай попробуем не убивать этого застранца кто знает что с ним будет если мы раздаем его игрушечную машинку свернул налево да блин с дороги он сейчас уедет можно ли как-нибудь ускориться сами виноваты куда он в итоге приедет потому что догнать его мне не дают очень долго мы за ним едем так можно и весь день прокататься и давайте постреляем по нему он съезжает прямо к реке в реле он еще отвратнее ну все он приехал а у меня будет выбор убить его или нет эй парни что батарейка села я не хотел ничего плохого понимаете да я качал эту крошку на коленях когда ей было два годика и поклонялся перед богом что я сдеру шкуру с любого гребанного урода который хоть что-нибудь ей сделает послушай я обыкновенная знаменитая если я просто стараюсь развлекать Америку чего кроме того что ты хочешь меня убить у меня и так много проблем поверь несколько человек судится со мной по делам о домогательствах а еще у меня зависимость я сорвался к чему тебе талант ну то есть помимо любви чувак ты что никогда не смотрел на мое шоу оно не... что? у меня нет талантов однако он не прибедняется тебя убедил ага это же твоя дочь ты должен хотеть снять скальп с этого мудака а ты снимай штаны ладно вот так что ты делаешь а теперь знаменитость танцуй но мне нужна музыка че твою мать разлить меня хочешь уже танцую отлично он неплохо танцует пожалуйста не убивай меня ладно на следующей неделе моя фотка что? ладно давай вставай проваливай вали отсюда пока я не придумал я снял на камеру трус ты позорный это увидит весь мир все я домой и как это ты 9 лет без меня обходился о черт дэйв нужно поговорить я тоже самое хотел сказать ладно встреть меня в обсерватории без промедлений ладно новый контакт так одно задание за него одно за Тревора вот это что такое? психиатр блин я не знаю стоит ли к нему вообще ехать это же так бессмысленно может сгонять посмотреть что он скажет? разочек не б тачку был бы неплохо а ну вали 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 да вали говорю лестер привет лестер майк я перевожу долю за ювелирный магазин на твой счет матраса уже получил денег так что насчет этого можешь не волноваться слава богу нормально целая куча бабок могу я что нибудь приобрести? какой нибудь бизнес? блин ладно так я на месте это у него такая тачка? и что они будут обсуждать? что же вы все таки прибыли? прошу садитесь не возражаетесь ли я постою? конечно как вам будет угодно спасибо боже боже мой знаете делаю вот в чем я наверное просто пойду я не в настроении для всего этого этого поганого дерьма как скажете майкл могу я задать вам один вопрос? вы добрый мудрый человек образованный и все такое продолжайте вы верите в существование зла? нет я придерживаюсь научных взглядов зло это конструктор людей потворствующих своим детским фантазиям или людей которых которые жаждут судить это возвращает нас к проблеме над чем мы с вами работали весь год вы не верите в зло поскольку не встречали моего старого приятеля Тони я думал его зовут Тревор черт верно я забыл что-то рассказывал вам господи не волнуйтесь все о чем мы говорим строго конфиденциально то есть все эти сеансы связаны с миссиями я например могу после каждой миссии сюда заезжать и они будут обсуждать это я бы не сказал что это особо круто что вот он нам может сказать он ничего такого особенного не говорит что именно происходит Майкл кажется это называется сорвался срыв важная часть процесса выздоровления боже с чего начать я вернулся в дело то самое дело я должен быть честен с вами док и вот думаю зачем же я плачу вам такие бабки если не могу быть честным хотя бы один раз это было замечательно я же говорил вам о парне из правительства он что-то подозревает ну да этого следовало ожидать беда в том что я нужен не только ему я нашел мой старый приятель Тревор чтобы ему пусто было он жив и он никуда не исчезнет и это плохо док вы должны мне помочь вы не можете заставить себя быть честным Майкл не думали что открытость может быть менее болезненной чем запутанное сознание хотеть что-нибудь добавить? да уж даже по дороге сюда я кажется кого-то убил знаете что? мне это нисколько не волнует я больной человек док больной лицемерный ублюдок согласен поэтому и советую оплатить сразу несколько сеансов нафига? ладно а то вдруг он нас сдаст как насчет ваших проблем стоп несколько сеансов он имеет ввиду сейчас что ли? че дурак? конечно нет отвали от меня полудурок блин несколько сеансов больно ты мне нужен со своими сеансами я пойду сюда он мне прислал смс-ку наконец получил деньги дом скоро будет как новый приятно что ты сдержал свое слово мм я не могу сразу его сообщение открыть как-то можно позвонить он не возьмет трубку да сейчас я не могу подойти к телефону и перезвонить лох а тут кто-то хочет поговорить с нами ну и что у вас за проблемы что тебе двери открыть что ли надо я не подвезешь меня у жены совсем крышу сорвало я расплачусь не думай я подвез будь у меня тачка посмотри посмотрим что можешь сделать спасибо приятель я сейчас только захвачу свой любимый айрон черт теперь мой классный гардеров выстрелил на всеобщее обозрение ладно сейчас не до него подбрось меня до гольф клуба по сути эти задания такие бесполезные из-за них же так мало дают то есть он даст долларов 50 и толку мне от них у меня сейчас 700 косарей нормально гоним блин главное из тачки не выходи мы оторвемся он выпрыгнул из тачки лошипет вонючий сам себя подвози ущербный правильно сделай что выгнали из дома его привет третий как дела как дела ты издеваешься что угробил мою жизнь а я думал я ее уже давно угробил после той истории с лодкой я серьезно ты что не знаешь как я этого хотела стыд или слава это же был такой шанс какой же ты все-таки конченый урод ничего переживешь потом еще благодарить меня будешь никогда я тебя ненавижу да блин ей давай идиот чмошник вонючий я почти оторвался если бы он меня не застопил вот тварь ладно я тогда сдох ну и теперь практически доехал что же он хочет нам сказать наверное это все надо обходить внутрь мы не попадем вид здесь неплохой Дэйв привет как оно прям так как может нам было ожидать обстоятельства скверные не понимаю тебя я знаю что ты замешан в деле с драгоценностями Дэйв мне кажется у тебя галлюцинация иди в жопу ладно это сделал я арестуй меня и этим ты спасешь мне жизнь потому что иначе она скоро закончится мудила почему сам знаешь Тревор пару дней назад мы в общем ни о чем не говорили но если он начнет нет когда он начнет расспрашивать почему твои руки не грызут черви к югу от канадской границы у нас проблемы не может быть мы вляпались вместе так что если твои проблемы это и мои проблемы значит мои проблемы как бы и твои проблемы тоже нет если я потеряю работу что если кто-то зайдет в мой офис и начнет читать мои файлы они узнают чем я занимался я многое знаю могу договориться получить 5 лет но ты иди в жопу сволочь неблагодарная ведь это благодаря мне ты сделал карьеру ну значит спасать ее нужно вместе нельзя допустить чтобы все рухнуло к чертям что тебе нужно есть один парень Фердинанд управление говорит что он умер мы в бюро считаем что это туфта нам кажется что его где-то допрашивают и что похоже у него есть сведения которые выведут из игры меня и мое начальство так эти уроды из управления блокировали офис нам нужно чтобы ты идентифицировал труп как же я туда попаду ну тебе ведь уже приходилось играть роль жмурик и так о майк ты мне всегда нравился как проснешься позвони мне я скажу что делать что тут у нас Джон Доу белый избыточный вес под 50 скорее всего инфаркт давай глянем жировое отложение на бедрах и животе любил кровавые бургеры не есть шанс найти парочку в желудке неразвернутых вместе с бутылкой скотча о боже я встал из мертвых они что не могли понять что он живой они настолько тупые ходите с поднятыми руками ну же он же в другой комнате приоделся бац обыщите морг и найдите тело этот не похож ну значит идем дальше блин можешь не красться я тебе разрешаю похоже не стоит судить отрубить по бирке я нашел белку с именем Фердинанта она была на трупе толстой негритянки и точно наш парень хорошо управление закрыло нижние этажи во избежание утечки информации есть человек который может вырубить электричество тупые ублюдки не дали мне дослушать выберитесь из здания ход времени замедляет я читал что тело неспособность блин я рассчитывал разговор мне повторят блин и жизни нет что за бред блин они здесь заканчиваются вообще нет аптечка блин быстрее ее-то я искал обычного чувака замочили необычного нормально мэйкл твое оружие лежит в черном мешке для мусора в хранилище вещдоков на верхнем этаже ну спасибо так и где оно как открыть то а надо еще выше да ну погнали какой-то лошпит спускается чего это вы здесь крысите мне нужны мои вещи для начала а зеленые это что может зеленые мои вещи хорошо что я могу способность включать выключать вот так вот тоже не нужно ждать какой-то перезарядки о супер а если бы я это все здесь оставил было бы неприятно мне ведь это бы не вернули потом так в смысле ты чего дурак разбить не мог ну понятно весь в крови идите от полицейских для этого мне понадобится тачка так с дороги не хочу 4 звезды блин тупая вертушка мне стреляют именно из вертушки блин с дороги здесь парковка можно было бы спрятаться что с фпс что за бред до сих пор нет во все эй майк эф нам нужно поговорить срочно встретить меня за городом у старых нефтяных вышек проследи чтобы не было хвоста похоже дело серьезное слушай я уже еду безотказный парень дэйв это что вообще было ты хоть знаешь сколько этих ублюдков было в этом здании извини они не очень хорошие люди если тебе это утешит что вообще происходит какое-то большое дело что-то связанное с теневым бизнесом что-то такое что не решает стандартными алгоритмами те кто смогут получить контроль бюро или управление получит огромную прибавку к финансированию а я тут каким боком я ухожу из-за гридейв нет ты должен встретиться с моим боссом мы будем в центре на площадке между зданием фбр и управления здание управления с дуба рухнул после той стычки что было у меня с их агентами успокойся там нас искать не будут они не ожидают от нас такой наглости эй франклин что происходит тебе нужно свалить из города мне податься особо некуда тогда отправлюсь в путешествие в долгое путешествие что за херня кое-что произошло понятно помнишь я тебе рассказывал про федералов что они позаботились обо мне когда я отошел от дела а ты отошел ага ну то есть я так думал как бы господи франклин у меня столько легенд в голове что я уже окончательно запутался погряз в дерьме но при этом дал мне возможность рубить бабла на одном деле я заработал больше чем за всю жизнь о да я великий вор но знаешь что дело совсем другом так в чем что за тема с этим человеком это мудак ну то есть конечно он нормальный парень долбанный хренасос давно-давно мы заключили с ним сделку все пошло не так как задумывалось погиб не тот человек и мне пришлось воспользоваться неформальной программой защиты свидетелей он помогал мне я не раскрывал его секрет все было круто проблемы начались недавно когда я вернулся к делам он появился начал просить об услугах поручать мне разные дела ну то есть франклин в общем я работаю на долбанных федералов твою мать чувак да твою мать это еще не самое страшное я тебе про Тревора рассказывал черт кажется да если тебе только кажется значит я рассказал далеко не все он я не в общем он делал в платье ну так давай его отправим в преисподнюю ну да ну да удачи твою мать у нас с Тревором давнишние очень сложные отношения послушай в своей жизни я натворил много такого чего сейчас стыжусь ясно я никогда не называл себя святым но когда ты познакомишься с Тревором ты поймешь что я ангел так что будем делать не знаю черт попробую сыграть сразу за обе команды по крайней мере до тех пор пока не придумаю как выбраться слушай кореш ты же мне помогал я так понимаю что сейчас я должен вернуть должок Франклин это смертный приговор братан давай оставим всю эту херню если бюро не тащит тебя в суд значит все это просто странный развод я не позволю какому-то мудаку загнать меня в долбанный угол дошел бы он нахер Франклин ты молодчина я перед тобой в долгу я же супер вор я найду для тебя дело что нибудь грандиозное но сейчас тебе уже пора ладно братан все ясно я с тобой выполнено так и здесь у нас целая куча заданий а что здесь продают свалка машин можно пойти купить погнали она будет приносить мне деньги было бы неплохо пассивный такой бизнес так там псина и не одна я надеюсь они не нападут вы практически принадлежите мне наверное сейчас ты злишься из-за того что я так стой так сказать попросил тебя об услуге не хотел тебя втягивать но проблема в том что мой босс решил раскопать старые дела я знаю что у нас был уговор но мы просто заключаем новое соглашение мне жаль что так вышло но я же говорю ты сам нарушил уговор когда взялся за старое я предупреждал что так делать не нужно но ты пропустил мои слова мимо ушей ты старый друг моей конторы я сделаю все чтобы тебя защитить но тебе придется играть по правилам новая выписка бомбы липучки бесполезные сообщения все давай покупаем 150 долларов за каждую уничтоженную машину ладно не устраивает еженедельная прибыль будет зависеть от того сколько автомобилей уничтожено в Сан-Андрейсе время от времени менеджер будет связываться с вами чтобы вы помогли уловить дела не надо со мной связываться ладно вообще я думаю на этом можно закончить пойдем пока пока я 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